Приветствую вас! Начнём мы с вами, пожалуй, с того, что изначально у вас, судя по тексту, были проблемы с самооценкой, потому что вы вышли замуж, я так понял, достаточно рано, вы вышли замуж, я так понял, хоть и по любви, но вы вышли замуж, потому что, опять же, хотели семью, опять же, хотели детей, и детей, опять же, вы хотели достаточно рано, на мой взгляд, вот. Поэтому, тонкость здесь, она заключается в том, что тот мотив, по которому вы вышли замуж тогда, он, скорее всего, остался до сих пор, хотя он, безусловно, изменил свою направленность, он, безусловно, поменял своё восприятие, он поменял свой вектор, свой ориентир, это всё, безусловно, поменялось, но по сути, речь идёт о том, что вы, вот, движимы теми, теми, теми же. Вот. Потому что, казалось бы, если вы наладили сейчас свою жизнь, если у вас всё в вашей жизни неплохо, то, очевидно, желательно стремиться к полной независимости, к полной независимости, и вы можете компенсировать всё то неудобство, которое причиняет, которое было бы у вас, если бы вы были без мужчины, например, да, без мужа, вы бы могли это всё компенсировать за счёт вспомогательных ресурсов, которые у вас есть. Но этого не произошло почему-то. И вот вся тонкость-тонкость заключается именно в том, почему так происходит. Почему так, почему так происходит, да? Вы говорите, что у вас много обид на него, эээ, так, очень много обид, слёзы, истерики, я пережила с его стороны. Эээ, как бы, да, возможно, вы эти, эээ, это очень много всего пережили, но это в вас по-прежнему горит. И, судя по, ну вот, судя по тому, что вы описываете, это в вас по-преднему горит, горит достаточно сильно, сильно. Вот. Поэтому мне кажется, что достаточно хорошим вариантом для вас было бы, вот, эээ, ну допустим, допустим, эээм, поисследовать, ээм, то, как вы сейчас относитесь к человеку. Вот. Как вы сейчас относитесь к человеку, что вы сейчас эээм, чувствуете к нему, да? Как вы к нему сейчас относитесь на данный момент. А, мне кажется, это очень важно, очень важно, потому что напрямую это влияет на то, как вы, в общем-то, и почему вы не ушли от него до сих пор. Вот. Эээ, на мой, на мой взгляд, на мой взгляд, это то, на что вам следует обратить ваше внимание, это то, на что вам следует, эээ, значит, додуматься, над чем вам следует подумать. Дальше, значит, вы пишете, значит, пережила много всего, унижения, бряки, у меня стаканы и горчки с цветами летали. А, ну, соответственно, что здесь мы имеем, да, жертвенность, мы имеем здесь заниженную самооценку, вот, мы имеем здесь, по сути, вот, ну, созависимое поведение, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Так что, эээ, тут вот нужно этот момент зафиксировать. Дальше, значит, то есть, это безответственность, личностная безответственность, вы за себя ответственности несли. Эээ, в 16 лет его мать заставила сделать меня аборт, не сказав моим родителям. Да, то есть, вы, то есть, тоже достаточно бессознательно подошли к этой ситуации. Угрожаю, что её любимого сыночка посадят из-за меня. Ну, то есть, вы, как бы, на это ответственно, опять же, я любила его до ужаса. Ну, опять же, да, любовь до ужаса, это некое одержимое зависимое. 17 снова решили родить, и вот у нас сынок. Ну, опять же, что значит решили родить? Как понять, решили родить? Кто решил рожать? Ну, вы же понимаете, что не можете вы вместе, да, не можете вы вместе решить родить? Именно вместе вы этого сделать не можете. Вы, именно вы можете решить, рожать или нет? Ну, никак не вы вместе. Беременная вышла замуж по залету. Ну, я любила до безумия. Опять же, непонятно, вы так вышли замуж по залету или вы любили до безумия, потому что, если вы любили до безумия, то это не выход замуж по залету на самом деле. Вот. Так что, тут мне кажется, вот не совсем понятно, что вы имеете в виду, говоря о том, что вышли замуж. По залету. Так, он убил просто всё. Вот тут снова перекладывание ответственности на человека. Получается. Что значит, убил всё, да, что всё, кого всё. Если у вас есть чувства, к нему были чувства, ну как он мог их убить, если он изначально что-то, потому что вы описываете, был таким. Я поправилась, ну, потому что мы все защищали, да. У нас не было секса по 2-3 недели, то голова болит у него, то устал. И в этот терпели. Я спил, порой руки распускал, в этот терпели. Ни цветов, ничего. Ну, соответственно, да, ни цветов, ничего. То есть это, опять же, некие ожидания от него. Я решил измениться и сделал это. Ну, смотрите. Измениться вы можете внешне, да, но не внутренне. То есть вы фитнес-бикини, то есть вы сделали себе пластику, вот, вы пишите, папа помог деньгами, мы же опять фиг. Ой, не пластику, а, как это, в общем, операцию себе сделали, да. Ну вот, папа помог деньгами, мы же опять фиг. То есть, как бы, вы снова от мужа, от мужа чего-то ждете, опять же, непонятно чего. Вот, теперь спорт стал моей жизнью, пишите вы. Ну, судя по всему, вы в нем, вот, как-то вот, в него погрузились, сменили, в некоторой степени сменили, сменили одно на другое. Вот, я перестала пить-курить, а раньше вы пили-курили, а тогда в контексте своего мужа вы говорите, что он тоже пил, не очень понятно, что вы имеете в виду. Кожу свою привела в порядок и слечу за всем, и знаете, он стал бояться меня, подряд слушать меня, прислушиваться, слепиться, а у меня все единственное содержание – это привычка ребенка. Вы знаете, как сказать, привычка – это потребность, опять же. То есть, привычка – это, в прямом смысле слова, ваша потребность, если у вас есть привычка. И если у вас есть потребность, то это не просто привычка, это именно потребность. Дальше, значит, сын его очень любит, он очень хороший, папа все для него сделает, ну, чтобы у сына папу не отнимет, если вы расстанете. Сексом я с ним заниматься не могу, из-за обид, я так подозрела. Прочитала кучу книг по сексологии, ничего исправить не смогла, ну, тут не книги нужно читать, а работать с вами, все в моей голове. Ну, обиды, слезы, истерки, все это нужно исследовать, все это нужно журнального предательства, мне кажется, вы просто себе это подавили. Дальше, так, я флиртую с другими мужчинами, вот недавно попробовал секс с другим молодым человеком, приняла решение расстаться, так как то, что было у меня раньше – это не секс. Ему даже было стрёмно мне сделать хотя… не очень понятно, что вы имеете в виду. Вот, ну, в моем случае я понимаю, что секс у вас, ну, секс у вас был, так и, вот, неполноценным для вас, как вы считаете, пуповать машинам, вот. Так, значит, вот вы говорите про то, что ему ласки нравились, получается, что вы это ему, ну, что вы ему это, вы это ему давали, вы это ему делали. Ну, он как когтями сцепился, ему говорили, все кончено, он дома убирается, начинает пол, мы сразу цветы покупать, ну, то, примерно, этим он вас, получается, подкупает, так вот. Вот это манипуляция такая с его стороны. У сына очень много крючков, занятий я, наверное, сейчас не справляюсь, так как сессии он этим пользуется. Нет, он этим не пользуется, он, опять же, просто позитивляет вверх, как раньше. Подскажите, как быть, принимать его, принимать ответственность на себя, за свою жизнь, смотреть на то, что вы хотите, на то, что вы готовы за это платить, вот, только так. Я не хочу обнимать, не целовать, ничего не хочу, ну, и не должны, это такое ощущение, что вы, как будто, вот, знаете, ну, как будто, как будто, знаете, что-то нам объяснить. Ух, то он просто, он просто привычка с ним удобная, потому что он с сыном сильно помогает. Ну, опять же, вы его, вероятно, боитесь остаться одна, потому что не просто все так вы терпели горшки, там, его отношения, насилие, драки, не просто так. Внешне вы поменялись, но внутренне, скорее всего, нет. Квартира моя, машина моя, все на своем плате, это коммуналка, а это мало, и в садике иногда продукция, а это мало. Косметологи, и т.д., все самое. А, дано будет по-другому. Дайте совет. Ну, Валерия, психологи советов не дают. Можно добраться в ваших чувствах, можно добраться в ваших переживаниях, но ни в коем случае советов психологи давать, каковы не могут. Вот. Такой вот. Можно вам дать ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok